Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня решил написать еще одно видео про имбирь! Этот король пряностей обладает великолепными лечебными свойствами! Но! В случае если вы знаете как приготовить имбирь правильно! И в этом видео решил рассказать как приготовить имбирный чай правильно! И если вы просмотрите это видео до конца! В нем я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко расскажу вам! Почему имбирный чай из корней имбиря это пожалуй самый дорогой чай в мире! Также вы узнаете как приготовить имбирный чай правильно! Ну и как правильно применять имбирный чай! Чтобы ваше здоровье было только лучше! Поэтому смотрите это видео дальше! Я думаю нужную и полезную вам информацию вы узнаете! Некоторые эксперты советуют готовить имбирный чай из корней имбиря! На мой взгляд это очень непростое и дорогостоящее мероприятие! Во-первых очень сложно купить свежие корни имбиря! Это реально непростая задача! Если вы ее решите! Не менее сложная задача очистить имбирные корни от внешней оболочки! Но! Если вы считаете что пройдя эти препятствия вы получите теперь вкусный ароматный напиток с лечебными свойствами! То как фитотерапевт и диетолог могу вам точно сказать! Что корни имбиря содержит очень мало физиологически активных веществ! Как и ароматических веществ! И я бы советовал для приготовления имбирного чая использовать нечто иное от имбиря! А именно корневище имбиря! Корневище имбиря выглядит примерно так! Форма переменчива! Но принцип понятен! И если вы увидите корневище имбиря на рынке! Смело берите! Они содержат достаточно много биологически активных веществ! Которые реально можно с пользой использовать для вашего здоровья! А вот как правильно приготовить имбирный чай из корневища имбиря? Вы узнаете прямо сейчас! Для того чтобы приготовить вкусный и ароматный имбирный чай! А также полезный для вашего здоровья! Корневище имбиря нужно правильно подготовить! И перед тем как измельчать я бы советовал помыть! Под холодной проточной водой! Обрабатывая сложные места щеточкой! Вы не можете контролировать количество рук! Которые до вас держали это корневище! А также вряд ли вы уверены! Что все руки были перед этим тщательно вымыты с мылом! Поэтому вымыть корневище имбиря внешне вроде как чистое! Это закон безопасности! На поверхности могут находиться возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, листных, паразитарных инвазий, любые токсины! И от всего этого многообразия имбирный чай нужно избавить! В этом случае вы реально получаете полезный для здоровья имбирный чай! Далее! Внешнюю кожицу нужно снять! И корневище имбиря практически готово к дальнейшему использованию! Пока вы подготавливаете корневище, я бы советовал поставить воду! Кипятить воду для приготовления чая! Если эта вода будет также очищена от возбудителей различных инфекций, только будет плюс! Когда используют родниковую воду, дождевую, колодезную, воду из неглубокой скважины, из чистейшего озера! Я вас прекрасно понимаю! Но! Даже ледниковую или снеговую воду нельзя сегодня использовать! Потому как поверхностные источники воды сегодня содержат достаточно много экологических токсинов! Которые человек ввел в окружающую себя среду! Поэтому для того, чтобы получить полезный для здоровья имбирный чай! Вам воду нужно подготовить и перед приготовлением очистить! Тогда степень безопасности для вашего здоровья будет максимальной! Вода кипятится! И пока чайник нагревается, имбирное корневище измельчается! Я бы советовал вначале его порезать небольшими кубиками! После чего в чеснокодавке раздавить на мельчайшие частицы! Чем мельче будет измельчен имбирь, тем больше полезных веществ вы получите! Перед тем, как заваривать заварники, я бы советовал заварник ополоснуть! Те, кто знает, как идет чайная церемония! Знают, для чего это делается! Чтобы знать злых духов! Вы знаете, на поверхности заварника или на поверхности чайника, где вы будете заваривать имбирный чай! Внутри могут быть различные сюрпризы! И не лишнее было бы кипятком! Ополоснул чайник! Вы заодно прогрели! Создали запас тепла! И это тоже здорово! Для того, чтобы имбирный чай заварился правильно! Далее измельченный имбирь помещается в заварник! Количество на одну порцию для одного человека! Примерно от полспичного коробка до спичного коробка! По объему! После этого заливаются крутым кипятком! Желательно под крышку! И я бы советовал немножко укутать! 5-7 минут настаивания! И имбирный чай готов! А вот как правильно использовать имбирный чай? Вы узнаете прямо сейчас! Если вы считаете себя практически здоровым человеком! И хотите улучшить активность иммунной системы в начальных отделах органов дыхания! Вы имбирный чай пьете в теплом виде! 2-3 глотка! 4-5 раз в день! Если вы хотите одновременно улучшить работу и пищеварительность системы! Начиная с пола сердца и желудка! Вы имбирный чай можете пить лучше в прохладном виде! Тоже 4-5 раз в день! Но за 10-15 минут до еды! Однако если аппетит у вас появится раньше! Это прекрасно! Значит ваш желудок прекрасно среагировал на имбирный чай! Не нужно терпеть чувство голода! А нужно кушать правильно! Одновременно улучшится несколько состояний почек! У мужчин повысится потенция! Улучшится состояние кожи, волос, ногтей! То есть иными словами оздоровительный эффект вы получите! Но! В случае если вы давно не были на приеме у врача! И не знаете реальное состояние своего организма! Возможно не все положительные эффекты вы можете получить! Чтобы вы были больше уверены в имбирном чае! Найдите на моем канале видео имбирный тест! И посмотрите! Возможно некоторые заболевания, которые обозначены в этом видео у вас когда-то были! Иными словами не все так гладко произойдет при употреблении имбирного чая! Возможно он как имбирный тест выявит слабые места в вашем организме! И напомнит о ранее перенесенных хронических заболеваниях! В этих случаях имбирный чай нужно пить с определенными особенностями! И что нужно делать если ваш уровень здоровья оказался не настолько высоким как вы на него рассчитывали? Вы узнаете прямо сейчас! Чтобы приготовить имбирный чай с более значительными профилактическими, оздоровительными либо даже лечебными свойствами! Часто используют не только имбирные корневища и подготовленную воду! Но и различные простейшие ингредиенты, которые есть у любого и каждого! И пожалуй самый опасный имбирный чай для мужского здоровья! А также для здоровья молодых женщин до климакса! Особенно в состоянии беременности! Это имбирный чай с медом! Либо с сахаром! Пожалуй самый опасный имбирный чай для похудения! Это имбирный чай с черным либо зеленым чаем! Особенно если добавляется лимонный сок! Этот же имбирный чай нежелательно использовать тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы! Я имею ввиду веитосуистую дистонию! Либо гипертоническую болезнь! Атерослороз сосудов! Либо ишемическую болезнь сердца! Миокардиодистрофию! Миокардиостлероз! Либо пороки сердца! В этих ситуациях я бы советовал имбирный чай использовать несколько по-иному! Часто имбирный чай готовят с пряностями! Но! В каждом случае спектр показаний и спектр противопоказаний либо особенностей применения он меняется! Он несколько становится иным, чем те особенности, которые я обозначил в своем видео! Наберите имбирный тест и вы поймете о чем я говорю! Такое видео со всеми особенностями применения имбирного чая по продолжительности было бы несколько часов! Это утомительно было бы и для вас! И сложно было бы для меня! Поэтому такие видео появятся на моем канале! И особенности применения имбирного чая в различных ситуациях вы со временем узнаете! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моего канала словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы ставите лайк на это видео! Не забудьте отправить это видео своим друзьям! Возможно у вас есть любители имбирного чая! И чтобы его использовать правильно! Нужно знать некоторые нюансы! Конечно если ваши друзья и знакомые диетологи и фитотерапевты! Я за них спокоен! Они скорее всего приготовление имбирного чая производят правильно! И правильно комбинируют его с различными компонентами! Если же вы еще не все знаете в этом вопросе! То смотрите следующее видео! Если вы не подписчик канала не забудьте подписаться! Тогда уведомление о новых видео придет вам в почту! И вы будете знать как приготовить имбирный чай для своего здоровья! Чтобы ваш образ жизни был более здоров! До новых встреч на моих каналах!